Этот ролик я начал делать в конце прошлого лета, но свет его увидит только сейчас. Как-то мне прислали картридж на Switch ребята из Super Air Games. Со мной снова связались, а конкретно добряк Райан, с довольно необычной штукой. Если прочитать этот буклетик, можно понять, что Райан далеко не последний человек, который следил за инди-индустрией и проводил немало времени на сайтах, куда разработчики заливали свои игры. Думаю, вы и до этого ролика натыкались на небольшие игрушки на Итче. Многие из этих проектов допиливаются в полноценные релизы, в которые мы с вами играем. Сегодня я вам расскажу о микстейпе. Это USB-кассета, на которой находится 30 разных игр. Она покажет во всей красе, насколько инди-игры бывают разнообразными, оригинальными и как талантливые их создатели. Вообще, мне прислали один из 10 тестовых экземпляров, и конкретно первый тираж давно раскупили. Сперва я думал просто показать на стриме такой необычный гиковский артефакт. Ну, вы знаете мою страсть к коллекционированию. Затем я понял, что в общем-то это неплохой повод для ролика. В конце концов, 30 разных игр. Я могу во все поиграть, рассказать вам о них. А что самое прикольное, вы без проблем и главное, бесплатно сможете в них поиграть. Выглядит, кстати, это примерно так. Наспех склеенная коробочка с довольно качественной бумагой и принтом. Внутри окутанная поролоном кассета, а под ней буклетик с описаниями каждой игре. Сама коробка немножко несуразная. Видны даже отпечатки пальцев в остатках клея. Но вроде касается это только таких вот тестовых экземпляров. Запускается кассета с приятным олдскульным звуком, и надеюсь её не придётся раскручивать карандашом. По своей сути, это флешка на 8 гигов. В меню можно отфильтровать демки от полноценных игр, почитать описание и посмотреть управление. Готовьте чай, потому что путешествие обещает быть продолжительным. Но перед этим нагло рекламирую свой телеграм-канал, где я делюсь мыслями о роликах, рассказываю, как купил мангу и где мы встретимся в случае блокировки ютуба. Первая игра — приключения мини-фалафеля. Из описания следует, что это метроидвания в стиле геймбой, запоминающимися басфайтами, переворачивающими геймплей пауэрапами и прикольным чиптюном. Я тепло отношусь к дебютной портативке нинтендо, так что погнал тестить. Игра максимально простая и сходу чувствуется тот самый вайб геймбоя. В меню можно поменять цветовую палитру, а управление строится всего лишь на двух кнопках. Все локации традиционно поделены на экраны, по которым перемещается фалафель. Всё резко меняется с приходом басфайтов. Они действительно уникальны и запоминаются. Обычно после или перед боссом можно залутать какой-то апгрейд, который изменит геймплей до конца игры. Например, победив волшебника, фалафель залез в его магическую шляпу, которая предстала отдельной небольшой локации. И главный герой наткнулся здесь на зелье, которое тут же выпил. Вместо какого-нибудь привычного даблджампа, фритюрный шарик как гиря ударяется потолок. Благодаря этому мы выбираемся из подземелья и врезаемся на высокой скорости в инопланетную тарелку. Бац, некогда Метроид Ваня стала шуты-мапом. И вроде бы забавно, оригинально, но я точно не ожидал, что до конца игры мои прыжки будут такими мощными. Конечно, в Метроид Ванях всегда дают какие-то апгрейды, меняющие дальнейший геймплей. Но в фалафеле это какие-то ломающие механику паврапы. Игра как бы не теряется, и весь левел дизайн и дальнейшие схватки полностью меняются под новый тип перемещения. Если персонаж начал прилипать к стенам, то что ж, придётся с этим смириться. Так будет всегда. Приключения фалафеля это не про улучшения, которые дадут для галочки, чтобы изнуть их пару раз. За скромные два часа адвенчура умудряется нарушить свои же правила и перестроить геймплей. Бусвайтов много. Клёвые. Душного бэктрекинга нет. Музыка, а особенно звук, очень сочные. Под конец игра немного переборщила с вот этими глазами, которые хотят заторанить нашу милашку. И учтите, что сложность нормально так нарастает. Плюс постоянно придётся адаптироваться к игре. Я был приятно впечатлён фалафелем, и если даунгрейднуть плавность анимации с качеством звука, то это вполне мог бы быть современный релиз на геймбой, который продавался бы за 60 бачей на каком-нибудь лимитед ран. Второй проект будет нечестно назвать игрой. Это скорее интерактивное кино. Бескрайний лоу-поле океан. Приятная, масляная и очень тёплая палитра. И эмбиент невероятной красоты на фоне. Небольшая лодочка стремится в бесконечную даль под слегка слышимое кваканье лягушек и ласкающие звуки воды. Очень красиво. Очень расслабляюще. После тяжёлого дня может оказаться спасением. Да и никто не запрещает запускать фоном хотя бы ради прекрасного звучания. Сам Райан описывает Be Calm экспериментальным и уникальным проектом, который не ограничивает нас правилами или целями. И ведь действительно, в инди-сфере порой встречаются не только игры, но и своего рода живые картины, которым значительно проще передать настроение или идею, чем привычному искусству. Главное не разглядеть посыл, плыть по течению. Это до добра вряд ли доведёт. Как говорится, no keg, no stress, just take a moment. Детритус. Снова что-то необычное. Игра подхватывает файлы с компа и создаёт на их основе многоэтажный музей. Хотя это скорее походит на картинную галерею. На выставке моего компьютера в основном висели какие-то лого, превьюшки и штуки, которые юзают для стримов с роликами. Увидеть огромную аниме-писичку на весь экран было неожиданно. Но приятно. Больше всего мне понравилось, как один из посетителей восхищался чёрной ПНГ-палочкой. Эпично. Прям как на реальной выставке. Вообще, мой комп очень странно начинал гудеть, пока приложение было активно. Так что можно начинать искать мои сливы. Экос Плюс это прям вот классика. Ну то есть я никогда не играл конкретно в эту игру, но таких вот штуковин, в которых нужно ломать летящее в игрока говно, полным-полно. Я небольшой поклонник игр на хайскор, и конкретно это мне вообще не приглянулось. Райан пишет, что игра выходила на Xbox в 2009 году, и мол проект прошёл проверку временем за счёт своих режимов и всяких наворотов. Честно сказать, согласиться с этим высказыванием не могу. Да, летящие астероиды как-то меняются, но тактика с ними будет по заветам Дума. Shoot it until it dies. Не хватает какого-то разнообразия интересных целей в забеге. В школьные годы я бы убил ещё пару часиков, будь это очередная флешка, найденная на просторах интернета. Сейчас мне кажется более здравым решением поиграть в какой-нибудь новодрифт, где билды интересные собираются, да и картинка поприятнее. Думаю, не я один видел в стиме, а кто-то из вас определённо играл в бесплатную игрушку Emily's Away. Это что-то типа визуальные новеллы, действия которой разворачиваются в бородатые времена в древнем мессенджере. Для СНГ-аудитории куда ближе была бы какая-нибудь Аська, но даже так разработчику удалось воссоздать ту эпоху. Какие-то угарные статусы про любовь и строчки из любимых песен. Что, кстати, конкретная жизнь для меня. Колоритные аватарки тех времён и единственный друг, с которым мы будем общаться. Эмили. Игра разбита на пять глав, что эквивалентно пяти годам реальной жизни. Для возраста героев это очень немаленький срок. За это время они успеют окончить школу, поступить в универ, оторваться на множестве тусовок и будет проклёвываться безнадёжная романтическая линия. Я бы сказал, в этой новелле многие смогут увидеть себя и вспомнить невероятные отношения на расстоянии в 13 лет. Но, в отличие от нас, неудачников, главный герой знаком с Эмили в реальной жизни. Довольно интересный ностальгический экспириенс, который сможет пробудить воспоминания юношества. Кстати, игра полностью на английском, но даже моих знаний хватило, чтобы перевести и понять буквально всю историю. Даже не знаю, с чего начать. Короче, в следующей игре медведь ездит на машине и пытается набрать массу путём пожирания рыбы и ягод. Всё это для предстоящей спячки, очевидно. Есть подозрение, что после такого опыта я смогу водить реальную машину. Когда медведя нормально так разнесёт в размерах, автомобиль начнёт смешно укачивать на поворотах. Главное удачно вписаться в пещеру, чтобы закончить уровень. Чёрт знает, как я наиграл в это полчаса, но было даже весело. Удивили разные уровни, с кучей деревьев, ледяным катком и слегка разными целями. Но всё-таки 9 из 10. Медведь в итоге не сгорает. Fairy Song — это необычайно милая, с огромным открытым миром кооперативная исследовательская игра. Представьте, что кто-то нарисовал гигантский пиксель-арт и оживил его интерактивностью. Сперва я думал, что это проект на 10 минут, который меня особо не зацепит, уж не мой это формат. Но как только наступила ночь, появились призраки. При соприкосновении с ними появлялась особая отмечающая метка, и во мне проснулся азарт. Игра вообще ничего не объясняет, но поиск непов стал отправной точкой. Здесь куча разных городов, огромное множество тайных проходов, рычагов, нажимных плит. Колизей, подводное царство, шахты, лабиринт. Поэтому миру просто интересно бродить. Куда бы ты ни полетел, обязательно упрёшься во что-то неординарное. У игрок какой-то абсолютно самобытный стиль. Музыка странная, цветовая палитра не блещет. Кадров в секунду как будто 15, а из-за разделённого в коопе экрана видимость как в тумане. Но всё это сочетание гармонично работает. Магия ламповости окутывает и не даёт уйти просто так. Какая-то загадка подстёгивает к исследованиям. В дальнейшем мы разобрались, что основной целью является сбор портала, кусочки которого разбросаны по миру. Некоторые персонажи готовы отдать свои частички телепорта за важную для них находку. Нас так завлекло, что Fairy Song была пройдена на 100%, и все непы были пощупаны. Конечно, нужную атмосферу создаёт именно что локальный кооператив. Самый кайф, когда разделяетесь с напарником и начинаете делиться находками. Меня игра приятно удивила. Какой-то хайдингем что ли. Только дайте ему немного времени, чтобы раскрыться. Следующая игра была очень странным платформером с элементом головоломки. Играем за мужика, у которого растягиваются руки. По ходу прохождения ещё и ноги. Да и голову с волосами может отращивать. Какие мистер фантастик. На основе этих механик нужно будет передвигать коробки, делать гигантские прыжки, очень быстро бегать и цепляться за стены. Мне совсем не понравилось управление. Особенно, когда это касалось перемещения объектов и высоких прыжков. Но в целом забавная одноразовая фигня. Поначалу даже вайбы Superliminal ловил. В конце можно спрыгнуть в за текстуре, задуматься о вечном, оплакать. Фрагмент. Первый хоррор в микстейпе. Я, если честно, жутко срусь от этого жанра. И фазмофобия с Муртраком однозначно доказала это. Тут часы, короче, тикали, тикали, тикали и перестали. БЛЯТЬ! Сука! БЛЯТЬ! Игра представляет собой сайдскроллер на выживание. Как в каком-нибудь резиденте, вечно будет недостаток патронов. Зомби и море, небольшие головоломки. Да и запас кислорода постоянно уменьшается. Именно поэтому главная героиня ходит в шлеме, без которого тут же заразится и станет частью Орды. Наша цель собирать какие-то кристаллики, которые также восстанавливают запас воздуха. Что же касается страшилок, основной упор делается на громкие звуки, которые посредством настроек нельзя сделать тише. Частенько зомби притворяются мёртвыми или из них вылупляется какой-нибудь Лас Плагас. У игры очень простое управление, невыдающееся, но сносный пиксель-арт. Да и в целом это такой среднячок, в который мне не захотелось продолжать играть после смерти. То ли тут нет сохранений, то ли я провосянил, но после смерти пришлось начинать сначала. А это не рогалик, так что ну его в баню. Играем за мусорное ведро, которое должно собирать отходы, чтобы не взорваться. Также нельзя, чтобы нас обнаружили абстрактные людишки. Очень просто, мило, красиво, саунд приятный, но контенты на полторы минуты. Кроме как хайскоры ставить, делать здесь больше нечего. Добавить скинщиков, разные уровни, дейлики, воскрешение за рекламу. И вполне себе мобильная дрочильня выйдет. Good Morning Drifter это ещё одна интерактивная новелла, в которой игроку отводит роль участника гонки. Но беда в том, что тачка сломалась, так что на ивент придётся ехать на автобусе. Вместо непосредственного участия в заездах мы будем зрителем, который в свободное время болтает с участниками. Вообще, прям серьёзной гонкой это не назвать. Тут прям чувствуется небольшой кружок любителей. У игры очень уютная осенняя атмосфера. Хоть я это время года не люблю, но здесь пора раскрыта с лучшей стороны. Птички чирикают, листья потихоньку осыпают из золотистых деревьев. Небольшая прохлада, но пока ещё не пробивает до мурашек. И очень спокойные, словно сахарная вата облака. На такую картинку прекрасно ложатся диалоги. Тем более персонажи вышли не картонками, а у всех свой темперамент и интересы. Я прям проникся этим клубом автогонщиков, хотя и сами заезды не самая интересная его часть. Забавно, что участники будут реагировать на поступки игрока. Так я, например, пытался устроить саботаж и врезался в машины. Все меня за это ругали, так что я даже почувствовал себя виноватым. Ещё мне рекомендовали груши Джинджер. Она сама выращивает их и крайне гордится этим. Так что сегодняшний приз победителю целый ящик груш. Ну вообще уже нет, потому что я их все съел. Кто-то осудил, кто-то посмеялся, но время я провёл замечательно. Следующий проект Greetings разработан теми же людьми, что и Дрифтер. Собственно, в атмосфере с визуалом присутствует схожесть. В этот раз мы с корифанами собираемся на крыше потусовать. И основным времяпрепровождением будут очень странные рукопожатия. Предстоит нормально так сломать мозг, чтобы на мышечном уровне запомнить, какая клавиша отвечает за какой палец. Но оппонент обязательно перевернёт руку, чтобы загибать фаланги было ещё сложнее. Я неплохо справлялся, даже с котиком нашёл общий язык. Благо у него лапки и загибать там нечего. Снова нашёл груши, но съесть их нельзя. Поэтому в отчаянии начал буянить и избавляться от материальных благ. А потом на третьем уровне теста у робота нажал Escape. И игра закрылась, не сохранившись. Guardian Sphere разработана авторами феечек. Судя по всему, это два брата, поэтому наличие локального кооператива в их проектах вполне обосновано. Эта игра полная противоположность прошлому чуловому исследованию. Пёстру шутумап всё ещё с приятной, но в другом стиле графикой. Главная особенность заключается в сферах, которые являются здоровьем игрока и валютой для покупки апгрейдов. Звучит, конечно, страшно, но за всё прохождение мы ни разу не умерли. Хоть и моя напарница вообще никогда не играла в булитхелл игры. В отличие от Fairy Song, здесь даже есть лёгкая завязка и пара катсцен. К сожалению, несмотря на разнообразие в героях, расходниках и апгрейдах, более одного раза игру проходить вряд ли будет интересно, потому что те самые уникальные перки можно примерить на ком угодно в ходе прокачки. Хотелось бы похвалить разнообразие в дизайне уровней и управлении на двух кнопках. Можно даже с одной клавой фигарить. Хотя под конец экран нормально так заваливают яркими праджектайлами, и даже я со своим опытом умудрялся теряться. Такое бодрое приключение минут на сорок. Home Run Ban получила эксклюзивное контентное обновление для этого микстейпа. В игре нужно просто отбивать мяч битой, палкой или каким-либо другим инструментом. Чем больше набивается комбо, высота и точность, тем больше в награду дают монеток для последующих улучшений. Поначалу довольно интересно формить очки, но цены стремительно возрастают и становится скучновато в ожидании апгрейдов. Жаль, потому что новые предметы чувствуются не просто текстуркой. Более тяжелый или монетный мяч. Легкая палка, магнитный шарф, телепортирующая мяч-трость. Все это похоже на неплохую флешку, но слабенько для пускай и небольшой, но все-таки полноценной игры. Киви 64 уже только своим названием отсылает в эпоху зарождения 3D-игр, и в частности трехмерных платформеров. Визуально это прям чистая калька с игр на Nintendo 64. Геймплейно это исследовательская адвенчура с коллекционными предметами, секретиками и главным-преглавным злодеем. Наверняка вы играли во что-то подобное. Кто-то застал Баксбани на первом PlayStation, может быть Спайра, ну или есть куда более современное Head in Time. Так или иначе, всем знакомы игры такого формата, поэтому без должного уровня иронии и юмора в Киви не обошлось. Чего только стоит главный злодей-арбуз, восседающий на вершине гигантской горы. Или вот древо, которое настоятельно просит не разрушать хижины, в которых, разумеется, будут полезные предметы. Есть даже заточенный картридж-сиквел, который никак не может выйти, потому что авторы подались в разработку гоночных игр. Пожалуй, это мой любимый проект в микстейпе. Несмотря на короткую предложительность, эмоции я получил сполна. Тут нет каких-то замысловатых механик или инновационных решений. Просто прекрасная доза юмора, ностальгия и то ли фрукт, то ли маленькая птичка Киви. Кстати, вот этот мистический баклажан невозможно достать. Будем прокляты. Одной игрой про птичку автор не ограничился. На стримах мы уже прошли обе части Тори, которые своим подходом напоминают Соника. На фоне играет просто замечательная музыка, уровни пестрят красками и различаются механиками. Да и вообще это мастплей. Не менее прекрасен собой Макбет. Это куда более приближённая Киви по формату игра. Множество секретов, бонусные уровни, коллектаблы. Даже хоррор уровню нашлось место. Игры очень дешёвые, на втором канале есть прохождение. И прямо сейчас идёт разработка второй части Киви. Короче, советую присмотреться. Игра про скелета, которая может проникнуть в мир тьмы. Вообще, меня сходу удивило наличие русского языка. Это первый проект с его поддержкой. Что же касается игрушки, бегаем за скелета, постепенно осваиваем новые механики, и всё это происходит в крайне необычной трёхмерной графике со странной камерой. Поначалу даже сложно было ориентироваться и понимать, куда следует топать, потому что вокруг леса, персонаж теряется и интуитивно непонятно. К счастью, приятный саундтрек на фоне не убаюкивал меня, так что приступов злости не возникало. В тёмном мире нам предстоит избавиться от ужасных существ, влияние которых распространилось далеко за пределы этого мира. Порадовало наличие секретных цветовых палитр, которые раскиданы по всей игре. А ещё мне даже голову Айзека удалось найти. Не то чтобы проект очень хорош, но изучать новые способности в таком необычном мире вполне занимательно. Lucid Haste — это коротенькая история минут на пять про творческий кризис. Главная героиня погружается в собственные креативные чертоги в поисках вдохновения и ворует из своего же воображения идеи. Для меня это довольно знакомая история, и такой концепт действительно может встретиться только в инди-играх. Игру на модифицированном движке Дума я точно не ожидал. Руки сразу вспомнили присущий мувмент и глаза загорелись в поисках секреток. Как же я тыкал эту е, упираясь в стены. Пациент является своеобразной косылванией от первого лица. По сюжету мы играем за фури Вервольфа с нормальной такой бубой и топает она в готический замок, дабы истребить вампиров. Тут даже канделябры дропают сердечки. И что бы вы думали? Конечно, это не ХП, а заряды для метательного оружия. Мне понравилось разнообразие монстров. У большинства своё уникальное поведение. Кто-то очень быстро таранит, некоторые предпочитают вести бой издалека. Разумеется, есть раздражающая летающая хрень. В конце каждого уровня будет гигантский босс, и в общем-то все нелегко катятся по кругу и не вызывают трудностей. Жаль, конечно, но хоть спрайты прикольные. На уровнях играет клёвый Чептюн, он меняется в зависимости от локаций, да и сами уровни очень разнообразны. Заснеженные горы со скользким льдом, паркур секции внутри замка или стандартный, но прекрасный лес. Как по мне, чутка не хватило секретов, потому что по сути на каждом уровне он всего один, и обычно там лежит хилка. Ну вообще, получилась очень даже достойная игрушка на полчасика. Думаю, за 100 рублей в эпоху популяризации ретро-шутеров вполне себе и купили бы. Mist Messages — это ещё одна визуальная новелла, которая мне сразу напомнила Эмилии Савей. Ведь половина игры происходит сидя за ноутом в попытках сконцентрироваться на учёбе. Главная героиня живёт в общаге, у неё есть очень милая соседка Мэй, и всё у них было хорошо, пока народ огня не развязал войну. У игры несколько концовок, но основной её посыл упирается в депрессию. Если не обратить внимание на мелочь и не уделить достаточно времени нашей подруге, когда ей нужна помощь, она совершит Роскомнадзор. Тема довольно интересная и важная для нашего общества, потому что многие до сих пор не воспринимают психические расстройства, как они того заслуживают. Конечно, всё это раскрыто слишком уж на поверхностном уровне, и в жизни всё значительно сложнее, чем показано в этом произведении. Проблема в том, что люди, которые говорят просто собраться, да повеселее быть, никогда в жизни не запустят эту новеллу. Скорее всего, как раз целевая аудитория и так понимает, что к чему, а если уж непросвещенно запустит игру, то и особо ничего не изменится. В этой новелле текста меньше, чем в моём видео. Куда ж там за депрессию пояснять? Зато в Мист Месседжес нормальный такой акцент на гейских отношениях. И вот эта тема показалась мне крайне натянутой. Я против нетрадиционных отношений ничего не имею. Пускай люди живут так, как им это нравится, пока это не мешает другим. Просто это совсем отдельная история, и обе здесь не раскрылись. Максимум можно забить на подружку Мэй и уйти в полный мемасный отрыв с год незнакомкой. Новелла «Девочки для девочек». Пара приятных саундтреков. Мэй вообще замечательно нарисована. Как говорится, кроших полное. Но то ли я не в том возрасте, то ли слабовато вышло. Райан, походу, немалый фанат визуальных новелл, интерактивных штуковин и хорроров. Сюда затесался с первого взгляда занимательный проект – No Players Online. В игре предстоит зайти на пустой сервер какого-то шутера, схожего с анрилом. Как часто бывает, в ожидании подключения игроков, начинаешь наворачивать круги и туда-сюда таскать флаги. Тут-то игра и даёт понять, что не так она проста. И есть некоторые секреты. Кто-то зашёл, какой-то... Какой-то придурок зашёл, блядь. АААА! Блядь, он же со спины окажется, сто процентов. ААААА! Сука, я пою блядь! Это не смешно! Блядь, не в открытом! Сука, блядь! Стреляй! Стреляй, блядь! На мой взгляд, No Players Online делать в микстейпе абсолютно нечего. После прохождения я пошёл гуглить страничку игры, какие-то ролики на ютубе. Потому что меня смутила игровая сессия в 10 минут. Оказывается, в своё время это был крайне хайповый ARG проект, который активно продвигали летсплейщики. То есть вся эта история выходит за рамки, и для её разгадки придётся делать какие-то действия в реальной жизни. Там и дрочива с азбукой Морзе, какие-то конспирологические теории и всё то, что собирает большие просмотры. Это по своей сути очень даже круто, но без коллективного разума и помощи интернета догадаться о всех секретах просто невозможно. Там типа доходит до секретных паролей и подсчёт о пуль в обойме пистолета. Мне кажется, большинство просто дотащит три флага, пройдёт игру и даже не подумает о каком-то глубоком подтексте с тайнами. Тут изначально нужно знать какой-то бэкграунд. Лучше посмотрите на ютубе видосы, мне с канала Лукас Кейн вполне зашёл. Paint Game от создателей того музея, который был в самом начале. Если честно, довольно посредственная херня. Задумка прикольная, типа трёхмерная раскраска города. Но, во-первых, нет нормальных инструментов, например, базовой заливки или сохранённой палитры цветов. Во-вторых, из-за 3D всё жутко плывёт и постоянно закрашивается что-то ненужное. Было бы хоть сколечко прикольное, если бы объекты типа птичек оживали после раскраски. Это бы хоть какой-то интерес и интерактивности добавило. А так, ненужный гигантский город, который никто адекватно никогда не закрасит. Там даже есть возможность загружать карты пользователей, и похоже это на последствия атомной бомбы. В 2008-м выходила замечательная игрушка Так. Там тоже чёрно-белый город и пушка трёх цветов. Мало того, что краска там ложится куда адекватнее на объекты, так и это была вполне себе прикольная штука на прохождение. Зелёная краска позволяла высоко прыгать, красная бегать, а синяя вроде как к стенам цепляться. Точно уж не помню. Так что никакой новой или адекватно реализованной идеи здесь я не углядел. И, возможно, это даже конкурент No Players Online по ненужности в микстейпе. О-о-о, эта игра попала в мои любимчики. По своей сути, очень напоминает тот классный проект про феечек. На этот раз мы находимся на живописном острове, и какой-то странный манекен просит нас собрать немного жемчуга. Такая небольшая игра с открытым миром, насыщенным множеством деталей. По ходу дела появляются новые механики. Например, лопата для раскопок или высокого прыжка. Открываются интересные взаимодействия с мячиком для бонусных жемчужин. Да и вообще, мир по своей сути очень интерактивен. Можно залезть в ухо гигантской статуи и тыкнуть в её мозг. Дать пять руке торчащей изо рта статуи, которая находится в голове Титана. А потом всё это прерывается криповым призраком, олицетворяющим автора игры. Через крайне внезапные, околоскримерные появления, по дисторшинам он будет делиться своими мыслями о жизни. Обычно это социальные или просто беспокоящие его темы. Это очень подстёгивает к дальнейшему сбору жемчуга. Интересно, что произойдёт в следующий раз. Да и параллельно манекен сходит с ума. Даже за счёт эфемерных наград вроде похвалы, у игры неплохо удаётся держать накал до самого конца. Банально становится интересно, чем же всё закончится и что принесёт следующая партия жемчуга. В этом плане меня конкретно засосало. Ещё одна игра от братанчиков с шутемапом и феями. Вообще их дуэт называется Pixel Archipel. Думаю, трёх игр достаточно, чтобы я как-то их выделил. Снова совершенно другой жанр. На этот раз PvP-гонка в стиле геймбой с разными палитрами и знакомым управлением на двух кнопках. Необходимо как можно скорее добраться до финиша, минуя ловушки, монстров и других игроков. Боты здесь, к сожалению, абсолютно тупы. Они застревают где-то в начале карты и особо не торопятся. Персонажи между собой отличаются исключительно визуалом. На картах каких-то запоминающихся механик не обнаружено. Так что он наскучивает очень уж быстро. Кроме чекпоинтов, статуй с бронёй и летальные коллизии, интерактивности нет. В принципе, забавно, когда игрок умирает от собственного трупа или вазы, которая неудачно въехала в хитбокс. Не хватает каких-то расходников, как были в том же Спидраннерс. Но это и не полноценная коммерческая игра. Встречайте первый в мире данжен-кровлер про варку чая. Не дайте себя обмануть. Несмотря на зельдоподобные комнаты и ловушки, основная наша задача заваривать чай. Довольно классный концепт. Раскрываются элементы головоломки, да и реакцию хорошую требуют, потому что клиентам ждать негоже. Мега простой пиксель-арт, да и игрушка минут на 10, но определённо берёт своей оригинальностью. Stellar Nexus – это одна из тех игр в микстейпе, которую смело можно продавать. Это будто полёты в чёрных дырах из космических рейнджеров сделали отдельной игрой. Открытый космос множеством точек интереса, ресурсов, магазинов и опасных врагов. Наша главная задача – вернуть все разграбленные сферы, которые вывели человечество на столь высокий уровень развития. Мне очень понравилась визуальная часть, звуки и музыка. Игра крайне медитативная и даже банальный сбор ресурсов увлекает и в какой-то степени расслабляет. Если, конечно же, это не кладбище кораблей, где на каждом углу поджидает опасность. Иногда можно наткнуться на астероидное поле или засаду врагов. Точки суперкруто реализованы и можно даже полетать внутри огромного чудовища. В разных биомах прокачиваются разные атрибуты – щиты, количество выстрелов или защита корабля. Я небольшой поклонник космических игр, но это было потрясное приключение длиною в час. Походу, Райан неплохо так сконтачивался с Pixel Archipel, потому что это уже четвёртая игра на щиту. Да, собственно, осуждать его не за что. Все четыре проекта кардинально разные. На этот раз ритм-рогалик, где нужно водить комбинации на стрелочках клавиатуры. В распоряжении игрока огромная карта с разными биомами и четырьмя главарями. Повсюду раскиданы маленькие подземелья и масса магазинов. Можно покупать предметы на характеристики, качать хп-пилюлями и даже приручать питомцев. Прикольно, что есть четыре разных класса. Барабанщик мне не сильно зашёл, уж больно ограниченная дальность атаки. А вот херащит на синтезаторе самое оно. Представляю, как круто ультануть в кооперативе на четверых и оформить полноценный концерт. Биомы, да и вообще артстайл очень приятны. Геймплей необычный, но быстро наскучивает. Во многом из-за врагов. Преимущественно они отличаются только визуалом и количеством хп. У боссов, конечно, есть разные атаки, но они лишены каких-то особенностей. Но опять же, игра коротенькая, как и все в этой подборке. Так что вполне неплохо. За всю свою жизнь я не играл в такое количество хорроров, что было в этом микстейпе. А этот ещё и крайне самобытный. Нужно собрать 8 конфеток, прям как записки в Слендермене. Но игровая камера расположена во рту, поэтому придётся буквально кричать, чтобы была хоть какая-то видимость. Игра подхватывает микрофон, однако пришлось немного повозиться с этим. Подключённый через звуковуху Шур не определялся. А перенастраивать крик на пробел было бы совсем тупо и убило бы смысл. Как бы я ни старался описывать игровой процесс, проще один раз показать. ОХОРА! Я устану. ОХОРА! ОАР! А? АААААААААААААААААААААА! ОАААААА! Кто при жене стоит? ОАААААrahahаааааааа! АААААА, койк поднять конфету? ААААААА, БЛЕЙЯД! ААААААААААААААААААААААААААААА! Я Oil C patentproof, аааааааа! В эту игру я хотел поиграть больше всего. Видимо, мой интерес по тавер-дефенсам ещё не угас. Это довольно необычная, но не разрывающая шаблон смешения буллет-хела с башенками. Причём, забавно, вся опасность кроется в своих же турелях, потому что в игре присутствует френдли-файр. Это не было бы большой проблемой, если бы ресурсы для возведения новых построек не исчезали со временем. В целом, особо рассказать нечего. Разные вышки, разные мобы. Иногда выпадают прикольные поврапы. Саундтрек всего один, но качёвый. Оформлено всё очень чётко, походит на демку полноценной игры. Как самостоятельный продукт затягивает не сильно. После 20-й волны я специально убился от скуки. Вообще, эта игра была третьей по счёту. И я тогда конкретно пригорел, выстрав текста на маленький ролик. Удалять как-то жалко, а вначале распугивать зрителей такой простыней было бы тупо. Так что я принёс всё под конец видео. Круто, да? С этой игрой отношения у меня как-то сразу не сложились. Были непонятные проблемы с управлением. Вроде клава работала в меню, но переставала во время игры. Кое-как пересел на геймпад. Отразил щитом несколько выстрелов. Победил пару волшебников. Сдох и всё с самого начала. Это меня удивило, так как в мануале написано, что игра одна из самых длинных в микстейпе. Так что какие-то чекпоинты здесь обязаны быть. Я даже думал, что это багованная версия в конкретном сборнике. И пробовал качать оригинальный архив с Ича. К сожалению, это никак не помогло. А вот по комментариям я убедился, что сохранения здесь есть. И одно из них я даже находил. Покумеков немало времени, я случайно фиксанул проблему. Нужно было удалить сохранение и начать прохождение, подтвердив это клавиатурой. Вуаля, и я уже не играю на максимальной сложности. Что же до самого геймплея, это адвенчура в духе второй Зельды, где персонаж путешествует по миру, обретая новые способности. В самом начале герой может только блокировать, и долгое время я думал, что нужно жать кнопку в тайминг вражеской атаки. Оказалось, кнопки на старте в принципе не работают, потому что для них нет нужных вещей. Есть просто два варианта. Заблокировать нижний или верхний удар. На основе этого строится вся боевая система. Сперва нужно заблокировать атаку, а затем контратаковать мечом, который выпадает с первого босса. И ладно, если бы проблемы остались где-то позади, но дальше было не лучше. После тряски экрана появлялись какие-то странные полосы, разрезающие текстуры. Хитбокс героя слишком большой. Монстры делали атаки без анимации и с нелогичным поведением. Испавны перед боссом отделялись душными мобами, которых постоянно приходилось убивать. После очередной смерти я так разозлился, что вышел из игры. Но мне быстро стало как-то обидно, и я снова попытался допройти её. Сейчас постараюсь максимально погрузить вас в игровой процесс. От чекпоинта я спускаюсь на лифте в следующую доступную локацию. Сходу базовый синий рыцарь перегородил дорогу. Мне не повезло, и конкретно этот враг очень неплохо блокировал. Но, к счастью, я убил его, не потеряв здоровье. Двигаем дальше, и здесь уже стоит золотой. Это более шустрая и стреляющая версия прошлого рыцаря. Идеально пройти его не выходит, но ситуация в целом не чёток. В зале меня встречает новый тип противников. Ассасин. Он ещё быстрее золотого рыцаря, также стреляет, и может прыгнуть сверху, раскидав фаерболы по сторонам. Если тушка противника заденет хитбокс игрока, то, соответственно, это также нанесёт дамаг. Они частенько спамят прыжками, но в любой момент есть вероятность и обычные атаки. Поэтому всегда нужно быть на чеку. Как вы догадались, одним ассасином замок не ограничивается. В общем-то и рыцари штампуют, но этого я прошёл довольно-таки качественно. Он в свою очередь охранял ещё один подъёмный механизм, ведущий к синему рыцарю. Вы уж извините, что я напрягаю вас таким странным пересказом незамысловатой игры. Но это важно для понимания контекста, так что внимательно смотрим. Вот тут начинается самая прикольная часть. Мост, по которому мне нужно перейти, перегородил золотой рыцарь. Казалось бы, иди просто вперёд и дери с ним, но эти платформы рассыпаются, из-за чего я бы просто упал. Пытаюсь тактично выманить противника в более удобное место для битвы. И он просто диспавнится. Моя осторожность была вот вообще не с потолка, потому что до этого я несколько раз сдох здесь. В итоге, забив на всё, мне каким-то чудом удаётся проскочить и вытолкать врага подальше. Тут снова ассасин. Третий уже на счету. Наконец, долгождённый рычаг, который что-то и где-то откроет. Победа! Ааа, нет, разработчик решил, что будет прикольно и олдово добавить респавну мобов за пределами экрана. Прям как на NES было. Первого ассасина я ещё кое-как заковырял, но следующий успешно приземлился мне на лицо. Я словил колоссальную дозу фрустрации и положил на это дело гигантский болт. То есть, прикиньте, чел тупо накидал три вида противников в неудобных местах. Занимательно, что первая игра про фалафель тоже была в ретро-стиле и управление там также было на двух кнопках, но сложность заключалась в разнообразных ситуациях и адаптации к новым условиям. Здесь же мне просто копируют одинаковых мобов и главное побольше. Прибавить сюда ситуации, когда чекпоинт намеренно расположен за три пизды и играть в это не хочется от слова совсем. Может быть это единственный картридж на Дэнди, который любезно купили родители, я бы и дальше страдал. Я, кстати, понимаю, что есть люди, которые угорают вот именно по такой несправедливой сложности из 90-х. Они бесятся, кричат, но видимо чувство ностальгии и чего-то родного перекрывает негатив. Я сам любитель поиграть в классические ретро-игры, но адекватный геймдизайн мне импонирует всё-таки больше. Последней игрой в микстейпе оказалась визуальная новелла о той же подруге, что сделала историю про депрессию. В этот раз планка не опустилась, теперь у нас тема об утрате любимого человека и протекающие с этим переживания. Главная героиня застряла в собственных мыслях и мозг на подсознательном уровне блокирует восприятие мира. Визуал подрос, тема как по мне странная. Точнее, я не знаю для кого и зачем это сделано. Ну то есть я и в прошлый раз возмущался, что мне не ясна целевая аудитория, но там хотя бы идею и посыл можно понять. Раскрыть глаза на серьёзное психическое расстройство. Здесь же меня словно окунают в неприятную среду, что у меня даже ком в горло пошёл. Уж чё-чё, но горечь об утрате это явно не то, что нуждается в подтверждениях и доказательствах. Да и проживать это не очень хотелось бы, тем более что нас всех это рано или поздно ждёт. Прикольно, конечно, что игра смогла меня вывести на какие-то эмоции. Наверное, действительно в ней что-то да есть. А может проблемы где-то у меня в башке. Вообще, спустя кучу времени, пока этот ролик находился в разработке, я пересмотрел своё отношение к этой новелле. Всё-таки в индустрии существует жанр драмы, который внезапно мой любимый. Даже немного странно, что я пытался углядеть какое-то нравоучение и обязательно искал какой-то посыл. Видимо, не успел отойти от прошлой работы автора. Те же фильмы зачастую не заставляют делать какие-то выводы, а просто описывают события и не то чтобы это не нормально. Иногда посмотреть на чужие истории и прорефлексировать ситуации бывает необходимо для внутреннего равновесия. Опять же, тут несколько концовок, есть очередная с петлёй, но мне хватило самой рациональной и адекватной, которой должен следовать каждый из нас. Продолжать жить, несмотря ни на что. Вот на такой даже печальной ноте видео подходит к концу. Лучше вспомните прекрасную игру про милую птичку Киви, сразу на душе лучше станет. Уточню, что этот ролик моя инициатива и это не коммерция. Мне никто не платил денег и не указывал, что нужно делать. Учитывая, насколько поздно и неактуально я выпускаю этот видос, лишние вопросы должны сами отпасть, но не все столь проницательны. Чуваки реализовали клёвую идею, которую мне хочется поддержать. Я говорю об этом, потому что оставлю в описании ссылку на их сайт. Наверняка в моём комьюнити есть коллекционеры, которым это будет интересно. Там как раз стартанул предзаказ аж на третий зелёный микстейп. Поэтому, если у кого-то есть возможность, можете заказать. На ютубе принято воспринимать всё в штуки, а кругом одни пиздоболы. Но эта ссылка хоть какая-то попытка выразить спасибо за внимание к моей персоне. В микстейпе остался небольшой набор демок коммерческих игр. Если это видео найдёт своего зрителя, может пройдём их на ближайших стримах. Потом, как обычно, переслю на второй канал. Более или менее, кассету можно назвать успешной. С некоторыми проектами я, конечно, был не согласен, но большинство мне понравились, и они были действительно тем, что слово Индии должно означать. Сейчас выходит много копирок, чисто чтобы срубить бабла, а у маленьких разработчиков даже появляются издатели. Где-то всё-таки теряется вся эта самобытность, и микстейп стал клёвой стряской. Под Рождество Super Rare Games прислали вот такую милую открытку, стилизованную под картридж свитча. За свой счёт. Без лишних вопросов. Просто взяли и сделали такую милость. Райан, если таки кто-то сделает английские субтитры к этому ролику, обращаюсь лично к тебе. Извини, дружище, что так поздно. Но хотя бы ролик получился таким, как я и хотел. Также мне хочется поблагодарить всех, кто досмотрел до конца. У меня сложные отношения с ютубом, и именно на таких зрителях держится моя статистика. Пишите в комментариях, что приглянулось, и что захотелось попробовать. А у меня на сегодня всё. Мир вам. Субтитры сделал DimaTorzok